Друзья мои, сегодня знаменательный день! И не только потому, что сегодня на канале будет интервью с нашим президентом Федерации. Сегодня мы празднуем юбилей, день рождения Федерации. Это не совсем юбилей, это годовщина, да, 136 лет со дня организации первого атлетического кружка доктором Краевским в Санкт-Петербурге в своей квартире. 136 лет прошло. Да, 1885 год уже начали качаться в Питере. 85, обалдеть! Ну что ж, и продолжаем, кстати, качаться в Питере. И уж к слову, друзья мои, вы смотрите, я скажу вам, что самая сильная сборная по бодибилдингу находится в городе Санкт-Петербург. Самое большое количество и чемпионов, и выступающих спортсменов находится в этом городе. Александр, а почему так вышло? По населению мы меньше Москвы значительно, к примеру. Это, конечно, такой вопрос интересный. Как-то так сложилось исторически, что Питер был основателем бодибилдинга, да, где зародился бодибилдинг в России. И эти традиции всегда у нас, как сказать, велись эти традиции. И Владимир Иванович Дубинин, он всегда придерживался этих традиций и старался, чтобы Питер всегда был лидером во всем. И вот этот праздник, кстати, отмечать день рождения бодибилдинга тоже была его инициатива, как-то, напомню, сколько лет назад. И на моем веку я постоянно плавал на корабле. Просто раньше не было интернета, будто был узкий круг собирался, в основном ветераны. А я решил как бы уже привлекать и молодежь, и чемпионов как-то честовать, награждать, да, на корабле в этот день. Вот, и не знаю, как-то так зародилось, что в Питере всегда были какие-то дружные команды. Вот, и команда клубов разных, конкуренция, здоровая конкуренция между клубами «Спортлайв». Борис Ильич Васильев, да, фанат, который привлек очень много спортсменов именно тренерами в свой клуб, которые костяк нашей сборной составляют. Ну, это такая современность все-таки, но ведь и раньше, вот и раньше как, была ли серьезная борьба между городами за первенство? Была, но, как сказать, в любом случае, ну, Москва у нас выиграла, может, раза три за все время, за тридцать там. За тридцать, Москва три ешь, да? А кто-то еще? По-моему, никого больше. Нет, а Урал как-нибудь не справлялся? Они в тройку входили, но первое место вот Москва-Питер, но в основном всегда Питер. Ну, как-то вот не знаю, вот такие традиции, не знаю, почему так получается, но именно в Питере, вот собрались сильнейшие отметки. Идут годы, и последнее время, особенно последнее самое время, пусть даже сложный период коронавируса, у нас много новостей, да? Было разделение федераций, появился Элитпро, появился при поддержке федерации, поздравляемый Дизом, Ютсуном, Сибирием Пауэр Шоу, такое уже мирового значения бодибилдинг, реальное мирового значения турнира, проводящий в России. Появились новички в прошлом сезоне. Кстати, как вам их появление? Мне кажется, идея очень хорошая, и они уже введены на уровне международной федерации бодибилдинга. Мне кажется, действительно, многие новички, они как-то комплексуют сразу выйти с опытными спортсменами, и мы даже сами не ожидали такого эффекта, когда мы объявили об этом. Очень много новичков на России, я помню, выхожу, но это были какие-то девушки, одна категория, там, 55 участниц, я такой думаю, неужто Наталья забыла распределить, а мы говорили, что надо сделать хотя бы три категории в первый раз, а я говорю, Наталья, вы что не распределили, что это абсолютка, что ли? Она говорит, да, нет, Александр, это не. Это одна категория 55, другая 40, третья еще там 35. То есть, получается же, прошлый сезон был самый многочисленный за историю России, верно? Тысяча участников. Тысяча, тысяча плюс, точное значение есть? Там что-то вот разница, насколько я помню, 997, а кто-то говорит 1003. Вот я слышал 1003 просто тоже. Это Наталья Михайлова, секретаря. Такого еще не было ни разу? Никогда. Это самая массовая Россия. Реально, ну, понятно, что раньше не было столько дисциплин, сколько у нас сейчас. Справедливо, справедливо, да. И кто-то бывает говорит, вот бодибилдинг умирает, а я проанализировал последний Кубок России, и на мой взгляд, и Мэнс Физик это тоже бодибилдинг, и классический бодибилдинг, и классик физик, и большой бодибилдинг, это все бодибилдинг. Просто раньше не было этих дисциплин, и все стояли в одной линейке. Хотя из этих ребят многих можно было убрать в классиков, либо в классик физик. А если мы сейчас их просуммируем, намного большее количество у нас мужчин именно в бодибилдинге. То есть реально идет прогресс. И здорово, когда есть разнообразие в дисциплинах, каждый человек может выбрать по своей генетике, по своему желанию. И самое, ребята, интересное, начинайте тренироваться и выступать в момент, когда появилось желание, ведь вы всегда можете перейти в новую категорию. Не нужно 10 лет сидеть в своем зале, пока вы накачаете банку 50 сантиметров. Шорты. Начать с шортов. Потом есть тяжелые шорты, кстати. Потом есть классики. Потом есть классики. Классик физик. Бодибилдинг. Потом из бодибилдинга выиграв там мир, можно перейти в элитную федерацию, двигаться дальше, дорасти до главной олимпии. То есть прогрессировать можно, и это гораздо будет даже интереснее. И когда будут люди видеть ваш прогресс, это во многом даст популярность. Ну а сейчас тем более мы еще новичков вели, так что вообще нечего ждать. Точно от новичков. Да, как ты сказал, нечего там ждать, когда начать выступать и просто пробуйте и выступайте. Потому что, кстати, ваше первое выступление самый большой ваш трамплин для прогресса. Согласны? Конечно, конечно. Ну надо просто не комплексовать, выступать и самореализовываться. Турнир это большая мотивация для ребят сделать хорошую форму. Вы как считаете, можно ли просто с такой же интенсивностью, с таким же рвением тренироваться человеку ежедневно, как тому, кто готовится к соревнованиям? Я думаю, конечно, мотивации для соревнований много больше. Когда ты знаешь, что тебе скоро выходить со спортсменами, с сильными людьми, на одной сцене стоять, и чтобы достойно выглядеть. Тоже друзьям объявил в инстаграме, что я готовлюсь. Это очень серьезная мотивация, безусловно. Саша, мне очень нужно, чтобы вы всех успокоили. Вы общаетесь со спорткомитетом, вы знаете уже по организации Питера. Общаетесь, Россия в Тюмени будет происходить. Кстати, уверен, что будет потрясающий турнир на Россия в Тюмени. Что у нас с ограничениями? Мы выступаем? У нас все хорошо? Гости, зрители будут? На данный момент именно в Санкт-Петербурге, если мы говорим. До конца августа действует распоряжение губернатора. Зрители пока запрещены. Я с нетерпением жду конца августа. Надеюсь, что они будут разрешены. Но проводить мы будем в любом случае. Даже если зрителей не будет, Тинькофф-арена, делаем классное шоу, в любом случае проводить будем. Не думаю, что соревнования отменят. Потому что, насколько я слышал, официальные соревнования, которые входят в вининый календарный план Минспорта, отменяться не будут. Будут просто какие-то ограничения в зависимости от ситуации с коронавирусом. А просто массовые мероприятия могут убрать, да? Которые не являются... Да, могут. Там что-то, по-моему, сейчас в Питере до 75 человек ограничение. А официальные нет. Можно проводить. Так что Питер, я думаю, в любом случае состоится. Там со зрителями или нет, он будет. Ну, друзья, думаю, кстати, Питер город большой, поэтому в городах поменьше. Думаю, будет ситуация похожей. В любом случае зеркально. Вот. В Тюмени то же самое. Там, ну, Наталья Проскулькова, президент федерации, будет не билен в Тюменской области. Она сама, там, депутат законодательного собрания города. И, естественно, ну, только уже когда по всей стране все начнут закрывать. Но, я так думаю, такого сейчас не будет. Поэтому чемпионат России состоится в 99%. Самое главное, ребята, что должны будете сейчас услышать, готовьтесь. Конечно. Не бойтесь. Сезон будет. Медали, кубки будут. Турниров много заявлено. Там, ну, по регионам я так пробежался. По календарю, там, порядка, там, 45 турниров. Да, отмены очень мало. Регионы тоже проводятся. Отмены очень мало, да. Регионы проводятся. Даже если в каком-то регионе вдруг отменится из-за коронавируса, всегда можно поехать в другой регион. Турниров будет много. А на Россию, если у вас не будет турниров, вы можете просто написать письмо в свою федерацию. И на Россию вы ехать можете без отбора. Да. Из-за таких вот ограничений с коронавирусом мы сейчас допускаем всех. Только по заявкам. Или приезжайте к нам в Питер. В Тинькофф аренду хорошее место. Кубок у нас открытый. Да. Вы имеете право, опять же, от вашей федерации письмо. Да, да. Будет прямая трансляция, качественная. Так что, даже если не будет вдруг зрителей, но я надеюсь, они будут, то будет хорошая трансляция, и все вас увидят, и у вас будут памятные фото и видео. И будет ли в этом сезоне. Там прошли у нас новички, новое место в Питере проведение. Что-то еще есть секретное? А, категория еще эта появилась у нас. Эти девушки танцуют красивые. А, да. Артистический фитнес. Вот. Артистический фитнес. У меня, кстати, довольно зрелищная категория, на мой взгляд. И я думаю, она будет массовой. Весной на первый раз мы на Кубке России пели. Было, по-моему, около 20 участниц. Но это первый раз. Там мы всего за два месяца до России сделали объявление, что будет накачивание. Многие не знали, что будет. Сейчас мы уже пропиарили это еще больше в соцсетях. Думаю, будет девушек еще больше. Но это действительно артистический фитнес. Здесь запрещены сложные акробатические элементы. Так как фитнес тоже очень красивый. Но, как правило, там бывшие гимнастки. Я считаю, что фитнес это самый тяжелый. Вот что можно прямо назвать спортом? Вот это прям самый... Бодибилл и спорт. Но фитнес самый спорт из спорта в нашей федерации. Ну да, это действительно сложно. И, конечно же, участниц становилось все равно там меньше, чем в какой-либо, потому что это тяжело. И вот именно с этой целью, чтобы все-таки фитнес развивался, ну пусть даже это будет артистический, вот сделали эту дисциплину. И действительно девушек очень много, и это очень зрелищно. Ну что, удастся осеннему сезону конкурировать с весенним? Там столько нововведений, столько всего. Ну как, осень-то будет чем-то знаменательно? Нет, ну я надеюсь всегда. Понятно, что так по традиции, не знаю, с чем связано, весной всегда участников было больше. И на кубках, и на чемпионатах. Это чтобы к лету пресс был. Возможно, к лету люди готовятся, да. Но мне кажется, что сейчас тоже будет довольно достойная массовость, и будет много участников. Знаю, что много готовится. Ожидаете большое количество людей? Да, ожидаю. Я думаю, новичков будет больше. Люди, мне кажется, почувствовали азарт и понимание, что... Не стремно, не стыдно. Согласен. Ну, потому что правда, кому-то тяжело выходить в форме сына прокурора. А может быть, хочется и это смотивирует. Друзья мои, мы поздравляем федерацию бодибилдинга. Мы поздравляем вас с тем, что родился этот спорт. Он растет, развивается. Вы увидели сегодня, так скажем, с Невы ее берега. В этом городе бодибилдинг зародился. Здесь он будет жить. Мы приглашаем вас на турнир в город Санкт-Петербург. Приглашаем вас участвовать в турнирах по бодибилдингу. Расти, развиваться и беречь себя. Александр, спасибо большое. Спасибо вам. Всем удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.